Пианист Евгений Соловьёв играет произведения Рахманинова уже больше 13 лет, но каждый раз, словно по-новому изучает композитора. Репетиции к предстоящему концерту для солиста начались только сегодня, хотя сам Евгений ещё за две недели до этого достал ноты и стал повторять. Стараюсь добиться ощущения, когда, как говорится, и играется само, то есть не нужно задумываться во время исполнения. Это самая важная особенность таким автором, как Рахманинов, где уже контролировать уже невозможно, нужно просто сидеть и играть и думать о музыке в целом. Пианист уверен, Рахманинова нужно постоянно держать в руках. Его произведения сложны и требуют пристального внимания, иначе быстро забываются. При этом, неважно, русский вы музыкант или, например, из Китая, иностранцы не меньше нашего любят композитора, и даётся он им также с трудом. Музыка очень сложная, литву сложно. Но я же пианист, я первый раз играю в оркестре, я не привычка. Мне очень трудно. Композиции Рахманинова прозвучат в краевой филармонии 9 декабря. Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением главного дирижёра Анатолия Смирнова исполнит сразу три композиции. Одна из них – «Остров мёртвых». Во Владивостоке прозвучит впервые. Оно довольно сложное. Там сложный размер 5 восьмых, который не очень свойственен для славянской музыки, когда две четверти, там четыре четверти, три четверти, а здесь пять восьмых всё время, как бы размер на пять. Вот в этом есть сложность ритмическая. Но произведение очень сильное. Согласно историческим справкам, многие из композиций Сергей Рахманинов писал в сильном потрясении. Некоторые из произведений созданы после длительных депрессий. Каждая из его симфоний – это целая история. Без слов, но с глубочайшим смыслом. Учёные проводили эксперимент. Во время второго концерта Рахманинова они оставляли стакан с водой, а затем изучали её свойства. Исследователи доказали, что такой водой можно лечить людей. Конечно, мы этого никак не проверим, но зарядиться положительными эмоциями от самого выступления точно получится.